Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Ксения, не забывайте подписаться, чтобы не пропускать интересные видео, которые выходят на канале каждый день. Также по ссылочке в описании будет мой инстаграм, где я каждый день вкладываю какие-то интересные шорты, сторис, рилсы на русском и английском языках. Прочекайте свой уровень английского. И сегодня в этом видео я хочу вам показать, какие покупки я сделала, пока путешествовала по штату Родд-Айленд. Видео уже вышли на канале. Я была в путешествии 7 дней, поэтому много всего посмотрела. Обязательно посмотрите также видео. И я сделала очень много покупок, потому что, во-первых, я немножечко шопоголик. Я люблю привозить с поездок какие-то памятные сувениры. Ну и потому что темнело очень рано. Это моя любимая отговорка. Темнело очень рано. И мне просто нечего было делать в городе, и поэтому я шла шопиться. Сейчас покажу, сколько пакетов покупок я привезла. Так, как вы видели, их очень много. Точнее, их в три, но один огромный, другой поменьше, третий еще меньше. Но товаров там очень много. Посчитайте, сколько всего штук. Потому что мне немножко страшно. Я не буду здесь разбирать все по отдельным местам, что я купила. Буду просто вытаскивать, показывать. И если помню, то говорить примерную цену на товар. Ну и, конечно же, где я его купила, если это какой-то памятный сувенир. Надеюсь, мне здесь хватит места. Первое, что я вижу, это три вот такие стремяночки подъемных механизма. Они вообще для организации каких-то товаров на кухне, но я их использую для своих коллекционных полок с Гарри Поттером. Я их искала в моем городе Филадельфии, но их просто здесь не продается. Я не знаю, почему. И вот в Руд-Айленде я смогла найти, взяла три штуки на всякий пожарный. Хотя мне нужно было, ну, одну-две максимум. Это было в доллар три. Следующее, что я вижу, это вот такой вот коробок с насадками для пипедастра. Да, по-моему, так называется для пыльной палочки, которая сбавляется от пыли. И там она была по хорошей цене с 12 штук за 8 долларов, что очень дешево по сравнению с другими маркетплейсами, как Амазон. Я немножечко сюда это все переведу, чтобы было удобнее доставать. Следующее, это вот такое одеяло для путешествий. Оно должно быть очень теплое и складывается вот в такой пакетик, что очень удобно. Также оно водонепромокаемое. Оригинальная цена у него была, по-моему, 25 долларов. В Волмарте оно продавалось скидкой 5 долларов, что очень дешево, и я решила взять. Также в Волмарте я взяла карту США. Я не знаю, зачем у меня уже миллион этих карт, но я люблю отмечать, где я была. И очень прикольно этой штукой бить кого-то. Поэтому я взяла тоже, она была по скидке, ну точнее, она была по какой-то небольшой цене 5.23, мне кажется, нормально. Дальше я вижу Лего. У меня есть традиция в каждом путешествии в новом штате посещать магазин Лего, потому что я люблю Лего. И вот у меня уже собралось, наверное, 3-4 штата, в каждом из которых я посетила магазин Лего. Я подписываю их, чтобы потом было интересно вспоминать. И тоже у меня есть карта США, где я отмечаю, в каких магазинах я побывала в Лего. Совсем маленький набор, он у меня был в хотелках, он дешевый, и его было удобно везти. Мне кажется, это было основным критерием. Здесь у меня огромный набор, будет по-любому отдельное видео, потому что здесь, по-моему, 12 или больше, ну примерно 12 вот таких киндеров Джой, типа киндеров сюрпризов с Гарри Поттером. Я их видела в Инстаграме в Европе довольно-таки давно, ну как, где-то, наверное, полгода здесь я их вообще не видела. Когда они мне попались в магазине Волматы, я решила, что точно берут целый поддом, что, впрочем, я и сделала. Дальше там прям вообще все очень накидано. Взяла вот такого мишку. Я не любитель мягких игрушек, но я решила, что я хочу посетить все университеты Лиги Плюща здесь. И у меня уже вот позади меня собачка из Еля, бульдог. Это мишка из Браун, потому что я ездила в Род-Айленд, и Род-Айленд это штат, в котором университет Брауна, который в Лиге Плюща. И вот это их маскот, как здесь называется, то есть их символ, поэтому он сразу идет у меня вот сюда. Дальше будет много книг. Книга из музея Род-Айленда, музея искусств. Там изображены картины работы, которые были в музее, я такое люблю. Также открытка с видом Провидент, где находится этот музей. Мне кажется, выглядит симпатично. Это все было куплено в магазине музея. Эта книга попалась мне в доллар 3. Здесь как рисовать красивые буквы, чтобы можно было дома все разукрасить ими. Мне кажется, очень прикольно. Всего доллар 25. Это очень хорошая цена. А, дальше вот такая книга из университета Брауна. Стоит 6 долларов. По-моему, здесь история университета. Да. Ну и различные картинки. Достану все самое большое, а потом будем в мелочевке разбираться. Эту книгу я привезла в подарок своей подружке. У нее был день рождения, когда я уезжала. Ну и вообще, я ее люблю, поэтому хочу, чтобы у нее это было. Эта книга, которую на самом деле и изучают на историческом факультете. В университете Брауна, Израиле. Палестинский конфликт. И она дороже стоит, если ее покупать в обычном магазине. А это было в магазине именно для студентов. Дальше. В магазине Олис. Это большой такой магазин, где куча товаров каких-то уцененных. Довольно-таки по цене и на цене. И здесь целая книга. Найти отличия. Вот здесь, допустим, картинки. Они одинаковые. И вам нужны те различия. Я люблю такую активность. Следующий. Это генетика 1.01. У них здесь так называются курсы. 1.01. Это типа видение. То есть самое простое. Она тоже была по скидке 1.99. А это была 4.99. То есть не дешево, но зато надеюсь интересно. Следующая активность. Это рассказка для взрослых. Здесь вот такие мотивы ближе к хэллоуинским на самом деле. Она была по скидке 3.99. Там же в магазине вот такой огромный набор из 6 книг с экспериментами и играми для развития мозга. Мне показалось, что это интересно. Всего 10 долларов. А так-то написано, что она стоит 60. Не знаю, правда или нет, но скорее всего. Почти из книг. Это такой адвент-календарь от друзей, от сериала «Друзья». Он был по скидке 4.99. Решила взять на следующий год, скорее всего. И точно такой же с «Гарри Поттером». Он был в этом году. То есть как бы новинка до этого года. Но я буду его открывать тоже в следующем году. И цена также 4.99. Там же я взяла это журнал «Лего» «Гарри Поттер с Сириусом Блэком» 3.99. И папку университета «Браун» в таком цвет бургунди. Мне понравилось. У меня есть папка из Ельского университета. Решила, что пусть у меня будут папки из всех факультетов Лиги Плюща. Дальше тут более-менее мелкие товары. По скидке я увидела такую лампу «Гарри Поттер». Кто не знает, я фанат «Гарри Поттера». И мне показалось, что она очень крутая. Она типа ночника. И просто она была по хорошей скидке. Вместо 10 долларов 3.50. Я не знаю, нужна она мне или нет. Поэтому посмотрю и, может быть, верну. Не знаю. Дальше куча масок для лица в различных коробках. Коробка 1. Там была по скидке, по-моему, она. Да, 4.50. Коробка 2. 5.50. Дальше крема для рук, по-моему, это было в магазине доллар 3. Типа фикс прайса. Я люблю увлажнять руки, поэтому оно мне точно пригодится. Раз, два, три. Это резинки для волос. Знаете, когда вы занимаетесь портом, чтобы они вам не лезли. Я не знаю, просто какие хочу оставить. Подумаю и два оставшихся набора верну. Также по скидке увидела. Вот такой стакан был. Это к Новому году приурочен. Ну, к праздникам. Написано счастливых выходных, счастливых праздников. И она по хорошей скидке 4.50. Хотя обычно такие стаканы стоят в районе 10-12 долларов. Особенно, если они приурочены к каким-то праздникам. Я только подумала, когда ехала домой, что мне не нужно больше пить кофе, потому что я как-то слезла с этой зависимости, пока я путешествовала. Ну да, я вот купила кофе. Кофе со вкусом, запахом сникерса. 6.99. Зубная нить. Нить для прочистки зубов. Это, по-моему, было в магазине доллар 3. Типа фикс прайс. Магнит на холодильник из университета Брауна. Значок. Я коллекционирую значки. У меня их довольно-таки много. И мне показалось крутой, красивый. Также увидела... Собелка называется по-русски... Лэньярд. Шнурок, в общем, на шею. Здесь написано Браун, 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 Браун. Университет Брауна, естественно. Мне нравится теперь, когда телефон просто болтается где-то вот здесь. И мне его не нужно трогать и нести с собой в руках. Поэтому я именно для этого и взяла. Еще такая одиночная нить для зубов. Упаковка нити для зубов, но уже из другого магазина. А да, мне еще очень нравятся брелки. Коллекционируют у меня их довольно-таки много. И это брелок из Брауна. На самом деле был довольно-таки дорогой для простого брелка. Взяла такую пасту Парадон, так, за 3,99 в магазине Олис. Не знаю зачем, просто взяла. И последний здесь товар. Это открытки. Но их можно использовать как открытки из сериала «Друзья». Какие-то цитаты их прикольные. И стоило всего 1,99. Тут также есть какие-то стикеры, наклейки приклеить можно. Итак, с первым пакетом мы разобрались. Второй пакет. Уи-и-и. Тяжеловато было. Также в Олис взяла вот такую лампу на голову. Не знаю зачем, может быть, ее цена меня привлекла 5 долларов. Я такая, надо брать. Там же, по-моему, а нет, это было 5 below. Ну, вы можете сказать, что я фанат Гарри Поттера. Это вот такой ежедневник. Там есть наклейки и карандаш. Но я брала из ежедневника, потому что он на батарейках. И это карта мародеров. И когда вы включаете, загораются типа следы, как будто кто-то ходит. Здесь сладости из Ньюпорта. Там просто различные красивые конфетки. По скидке также в Уолмарте увидела вот такие часы. Это часы, где время показывается в виде загорающихся букв. Допустим, здесь написано То есть это, ну или сейчас, грубо говоря, 5 минут после 11. То есть 11.05. Мне кажется, это очень крутая идея. Мне понравилось. Также я взяла сапоги. Вот такие вот буты. Мне они понравились. Мои немножечко уже истираются. И учитывая цену в Америке, вот это как бы плюс и минус. Тут очень часто легче купить новую пару, чем чинить то, что у вас уже есть. Вот, допустим, эта пара стоила мне всего лишь 19 долларов. Вместо как минимум 42. Также взяла вот такую сумочку через плечо. Я давно искала что-то такое небольшое, знаете, чтобы не просто телефон таскать, а можно было положить что-то еще, и руки были свободны. Почему привлекла это? Во-первых, вот эти штуки можно отстегнуть, что я так и сделаю. Это сумка кожаная. Она мне стоила 14 долларов. Вместо примерно 45. И здесь отверстие под телефон. В принципе, сумку можно таскать и вот так, и сзади отверстие под карты, ну или можно что-то еще положить. Мне кажется, это очень хорошее приобретение. Так пахнет кожей. Кайф. Это коробка для хранения часов. У меня есть три пары часов. Да, немного, но они хорошие и прослужат, надеюсь, долго. Я хотела что-нибудь такое, чтобы можно было их хранить со стеклом, потому что они работают на солнечной батарее, и им нужен доступ солнца. Но в то же время они не будут пылиться. Я такую хотела коробочку купить, когда я ее только увидела. Был типа готового подарка к Рождеству, к Новому году. Тогда она стоила, по-моему, 20 долларов. Я ее брала по скидке и взяла 8 долларов. Я очень рада, что я ждала и не сразу купила, потому что об этом тоже думала. Большая коробка. Это набор теплых тапочек, видите, со смайликом. И также шапка. Мне шапка была не нужна, но там не было варианта без шапки. Этот стоил 5 долларов набор, что мне кажется, очень дешево и хорошо. Дальше тут немного информации. Оттуда у меня также была открытка из замка, который я посещала, Роскли. Там, где снимали великого Гэтсби. И магнитик, конечно же. Также в Ньюпорте я взяла футболку. Мне показалось очень смешно. Небольшая правда история. Дело в том, что каждый раз, когда я говорила, что я еду в Родд-Айленд, американцы такие, там нечего делать, даже не штат. И есть футболка, где написано Родд-Айленд. It's a state. Это штат с 1790 года. Она такая смешная, мне кажется, очень прикольная. И, конечно же, взяла вот такой магнитик, где просто нарисован типа штат Родд-Айленд. Здесь еще один набор зубных нитей. Как вы видите, у меня их теперь миллион. Просто стараюсь привести привычку. Увидела такой вот крутой пазл за 5 долларов по скидке. Он круговой. Скорее всего, не знаю. Здесь тысяча штук, то есть он довольно-таки не маленький. Да, он точно круговой. Смотрите, какой интересный. У меня уже некуда складывать это все. Почти последние вещи. Сейчас достану. Так, второй пакет тоже пуст. Я не стала подключать микрофон, и у меня начала работать вытяжка. Сорян, точнее обогреватель. Это я вам показала. У меня еще несколько значков. Во-первых, из Росклифа, где я была. И второй замок, в котором побывала, точнее он был первым, если идти по списку хронологическому, это The Breakers. Поэтому у меня и магнитик оттуда. И вот такая книжка. Это не единственная. Это гид по всем тем замкам, которые находятся в Ньюпорте, в штате Родд-Айленд. Какая-то небольшая их история. Книжка довольно-таки маленькая. Внутри у меня было две открытки, которые я взяла себе. Это как раз-таки The Breakers. И это все замки, которые находятся в Ньюпорте. Всех их я тоже хочу посетить. И также большая книжка. Она большая по обложке, она довольно-таки тоненькая. Здесь немного больше информации. Точнее, не больше информации, здесь больше картинок. И они все очень довольно-таки красочные. И мне нравится после, ну, какого-то времени перечитывать их, пересматривать и такая думать, а, я там была, я там была. Мне кажется, это очень прикольно. И последний, третий пакетик. И он довольно-таки маленький, поэтому осталось совсем немного. Это мой последний заезд в Олис магазин. Взяла вот такие сенсорные светильники для коллекционной комнаты, для коллекционной полки, как минимум. Еще один фонарь, возможно, для съемок. Не знаю, он просто очень сильный. И у него голова переворачивается в любую сторону, что очень удобно. Взяла еще набор книжек, который очень прикольный. На самом деле, он не супер дешевый. 7,99, но написано, что его оригинальность была 59,99. Здесь информация по всем вот этим людям. То есть, Джейн Остин, Винстерн Черчилль, Диккенс, забыла его имя, Хемингуэй, Шекспир и Шерлок. Мне кажется, это прикольно. И там в довольно-таки интересном формате описывается их жизнь. То есть, видите, не совсем обычное и скучное, а больше такое что-то интеракционное, можно сказать. Также там увидела вот такой набор из Гарри Поттера. У меня есть такой с Ревинклоу, а это просто с Хоббартсом. Третья сумка тоже пустая. И осталось это такой сухой шампунь, 3,99, и три набора теплых пачек для рук. Дело в том, что начинается сезон футбола. У меня проход на все матчи. И сейчас на улице все еще довольно-таки холодно, поэтому я знаю, что они мне пригодятся. Они были по 99 центов. Они одноразовые, что очень удобно. Вот, в принципе, и все. Итак, вот такое количество у меня книг. Если понемногу раскладывать, то это первая порция. Свет. Домашние товары. Пазл. Свет. Для часов хранения. Кружка. Сухой шампунь. Три упаковки ободков. Вторая часть. Это плед. Лего. Для уборки. Часы. Зубная нить. Паста. Сладости. Лампа. Ночник. Крема для рук. Наборы масок. Кофе со Сникерсом. И ежедневник с Гарри Поттером. И последний набор, как оказалось, в принципе, не так много товаров. Это футболка с Рот-Айленда. Сумочка. Шнурок для телефона, для в моем случае. Значки. Брелок. Магниты. Карта. США. Загреватели для рук. Две упаковки. Нити для зубов. Открытки с друзьями. Папка из Брауна. Их символ университета. Открытки. И еще один магнит. В принципе, и все. А, ну да, и забыла еще пару сапог. Я еще на данный момент не подсчитала, сколько всего я потратила за поездку. Но я подпишу сумму где-нибудь вот здесь. Она будет включать в себя все. То есть расходы на бензин, на отели и прочее. Я люблю делать такую сводку, чтобы понимать примерно, сколько мне понадобится денег, когда я в следующий раз поеду в другой штат. Я постараюсь найти чеки и разобрать все по магазинам. И более подробно с ценами я об этом расскажу во своем ежемесячном видео «Потрачено», которое уходит на канале каждый месяц. «Потрачено» за месяц. Логично. Поэтому вы все там можете найти. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Видео получилось довольно-таки длинным. Сорян. Ну, вроде по сумкам было не так много. Я надеюсь, видео вам понравилось. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.